У большинства жителей Карачаево-Черкесии есть полис обязательного медицинского страхования, но далеко не все знают, как им пользоваться в полном объеме. На самом деле он дает возможность получить высокотехнологичную медицинскую помощь, проходить профосмотры и даже лечиться в ряде частных клиник. Об этих и других возможностях застрахованных, о новых услугах в рамках УМЭИС мы поговорили с заместителем директора филиала акционерного общества МАКС-М в городе Черкесске Индирой Иркеновой. Практически у каждого из нас есть полис обязательного медицинского страхования. А что он дает? Какие виды помощи мы можем получить по нему? Полис обязательного медицинского страхования предоставляет гражданину получение медицинской помощи в данном субъекте, где проживает гражданин в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, а в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на всей территории Российской Федерации. То есть человек по данному полису может получить качественную, бесплатную медицинскую помощь. Индера Ибрагимовна, а если у меня нет полиса, но так случилось, мне надо идти к врачу, а я не могу его найти, смогу ли в таком случае я получить медицинскую помощь? Одно дело, когда человек не застрахован, другое дело, когда у человека есть полис обязательного медицинского страхования, он потерял, не может предъявить. В первом случае, когда человек вообще является не застрахованным лицом, экстренная и неотложная помощь человеку оказывается без наличия медицинского полиса и документов, удоставляющих личность до того момента, пока устранится угроза здоровью и жизни данного гражданина. В случае, когда человек потерял полис, с 1 декабря 2022 года появились новые полисы, цифровые медицинские полисы обязательного медицинского страхования. Вот на тот случай, если у человека нет, теперь для получения бесплатной медицинской помощи человек может обращаться в поликлинику, предоставив только паспорт. А цифровые полисы имеются уже, данные цифрового полиса имеются в едином регистре застрахованных лиц. То есть уже медицинская организация сама смотрит в этот единый регистр застрахованных лиц и может оказать медицинскую помощь без наличия у пациента полиса ОМС на бумажном носителе на руках. Вы сказали, что человек обратился в течение суток. Но на практике мы видим чаще всего, что в поликлинике записывал через 3 облака к узким специалистам и через 7 дней. Правильно, записывал к врачам-специалистам осуществляется с момента обращения в течение 14 рабочих дней. То есть это не противоречит? Это не противоречит законодательству. Многие считают, что они могут получить бесплатную медицинскую помощь только в стенах государственных медицинских учреждений. Так ли это? В стенах государственных учреждений, работающих в системе ОМС, не все государственные медицинские организации входят в систему обязательного медицинского страхования. Например, наркологическая служба, наркологический диспансер, психоневрологический диспансер, станция переливания крови, противотуберкулезный диспансер. Они не работают в системе ОМС. То есть там полис ОМС не имеет никакого влияния и действия. А некоторые частные медицинские организации, которые вошли в систему обязательного медицинского страхования, да, там по полису ОМС можно получить бесплатную медицинскую помощь, несмотря на то, что это частная медицинская организация. В том числе и стоматологические услуги. Вы сказали про стоматологию. Это одна из самых дорогостоящих видов медицинской помощи. А скажите, в частных клиниках какие услуги стоматологии может получить человек? Те же самые услуги, которые оказываются и в государственных медицинских организациях. То есть это лечение зубов, пломбирование, лечение десен, удаление зубов. Кроме вот такой медицинской услуги, как протезирование. Протезирование, к сожалению, не входит в систему обязательного медицинского страхования. И право бесплатного протезирования имеют лишь определенная категория граждан. Индира Ибрагимовна, а скажите, вот медицинскую помощь человек может получить в государственной или в частной клинике только на территории Карачевой-Черкесии или в другом регионе нашей страны тоже? Застрахованный гражданин имеет право получить качественную, бесплатную медицинскую помощь на всей территории Российской Федерации в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Однако жизнь показывает, что очень часто в соседних регионах, даже в Ставропольском, Краснодарском краях жители Карачевой-Черкесии отказываются обслуживать по полюсу медицинскому и навязывают им платные услуги. Скажите, это законы и куда человеку следует в таком случае обращаться? В таком случае необходимо обратиться к руководителю данной медицинской организации, куда вы обратились, либо в территориальный фонд того субъекта, где вы сейчас находитесь, или же позвони в свою страховую медицинскую организацию, номер которого указан у вас на обороте страхового медицинского полиса. Помогут? Помогут и помогают. А если человек хочет получить высокотехнологичную медицинскую помощь в другом регионе, ну, например, в каком-то крупном центре, он имеет на это право? Показания для получения высокотехнологичной медицинской помощи определяет, конечно, лечащий врач, тот, который знает всю вашу историю заболевания. Затем лечащий врач обосновывает данное требование о том, что этому пациенту показана высокотехнологичная медицинская помощь на врачебной комиссии. И далее уже документы передаются для направления в федеральную медицинскую организацию, выбранную пациентом и лечащим врачом, для того, чтобы осуществилась госпитализация для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Но также необходимо отметить, что на территории Карачао-Черкесской республики тоже оказывается высокотехнологичная медицинская помощь на базе Карачао-Черкесской республиканской клинической больницы по профилям травматология, сердечно-сосудистая хирургия, эндокринология. Хорошо. Как может человек получить направление на стационарную медицинскую помощь? При наличии показаний у пациента лечащий врач выдает направление на плановое стационарное лечение. В течение 14 рабочих дней данная медицинская организация, куда направлен пациент, должен решить вопрос о госпитализации. В случае нарушения его прав на госпитализацию, он имеет право обратиться в свою страховую медицинскую организацию для решения данного вопроса. То есть к вам? К нам. Очень часто пациентам назначают МРТ или компьютерную томограмму, такие вот дорогостоящие обследования. Но мы знаем, что в нашем регионе зарплаты невысокие, тем более невысокие пенсии, и людям пожилого возраста достаточно накладно провести такое обследование. Могут ли они получить бесплатное направление? Дело в том, что компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, они входят в услуги, оказываемые бесплатно в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. Да, имеет место быть, может быть, аппарат сломан. В некоторых медицинских организациях вообще отсутствуют данные аппараты. Поэтому существует приказ Министерства здравоохранения Карачаева Черкесской Республики о маршрутизации пациентов в те медицинские организации, которые имеют данное оборудование, для проведения бесплатного МРТ-обследования. Показано ли МРТ-обследование или нет, решает лечащий врач. В случае выдачи направления на данные виды исследований, пациент имеет право в течение 14 дней, не позднее 14 дней, пройти данное исследование в ту медицинскую организацию, куда было выдано направление. Дирея Ибрагимина, очень часто от наших зрителей мы слышим жалобы на то, что они лежат в больнице, и часть лекарств им предоставляют бесплатно, а часть предлагают купить самостоятельно. Скажите, может ли пациент как-то компенсировать свои затраты, и что для этого нужно? Если данный пациент обратился с жалобой на предложение лечащего врача приобрести лекарственные препараты в период стационарного лечения, конечно, он имеет право позвонить в страховую медицинскую организацию, и наши эксперты могут выехать и провести очную экспертизу. Может быть, они согласятся с мнением лечащего врача, может быть, не согласятся с мнением лечащего врача, это уже будет решаться на месте. После стационарного лечения пациенту необходимо сохранить кассовые товарные чеки на приобретенные лекарственные препараты в период именно стационарного лечения и обратиться с письменной жалобой или в ту медицинскую организацию, в которой он получал медицинскую помощь для рассмотрения вопроса о возмещении затраченных им денежных средств, либо в страховую медицинскую организацию с подобной жалобой для того, чтобы медицинская организация вернула ему затраченные денежные средства. Специалисты прогнозируют, что в этом году люди гораздо чаще будут обращаться именно в государственные медицинские учреждения, потому что ситуация в стране такова, экономическая, она должна экономить на всем. Какие изменения произошли в программе обязательного медицинского страхования в 2023 году? Расширилась программа генетического неонатального скрининга новорожденных. То есть если раньше при рождении ребенка проводили скрининг всего 5 наследственных заболеваний, то теперь это производит на 36 наследственных заболеваний, что позволяет на ранних стадиях выявить эти заболевания. Затем большое внимание обратили на проведение реабилитации пациентов как в амбулаторных условиях, так и в стационарных условиях. И также уделили внимание диспансерному наблюдению, расширили перечень заболеваний пациентов, которые нуждаются в диспансерном наблюдении и перечень заболеваний, при котором необходимо постоянное обследование. То есть эта территориальная программа на 2023 год стала более объемной по количеству медицинских услуг, видов и формам оказания медицинской помощи. Дирея Прагимовна, большое Вам спасибо за Ваши очень полные интересные ответы. Думаю, наши зрители услышали, сделали для себя правильные выводы и будут чаще обращаться в Вашу медицинскую организацию. Спасибо. Кстати, обращаться в региональное отделение МАКС-М можно круглосуточно. Для этого здесь создан консультативный диспетчерский центр. Вы можете позвонить по номеру 8 800 333 6603 и задать специалисту любой вопрос. Вас обязательно выслушают и помогут. Продолжение следует. Продолжение следует.